КВН в детском оздоровительно-образовательном лагере «Юнармеец» — это праздник смеха и хорошего настроения. В нем участвуют команды из школ Москвы, а также городских округов Щелково и Лосино-Петровский. В апреле уже проходил первый раунд игры КВН, в котором приняли участие шесть команд. Пять из них сумели попасть в финал, а в последнем месяце года в актовом зале «Юнармееца» проходит итоговая игра, которая выявит лучшую команду. Очень здорово, что наши ребята, особенно подростковый возраст, со всех школ, имеют возможность приехать в наше учреждение и провести здесь время. Причем не только сегодня, они к этому готовились, и я знаю, потому что я сама мама, да, и я знаю, как они переживали, это команда, это игра, это ответственность друг за друга. И, естественно, я желаю всем сегодня удачи и победы. Название у команд очень задорное. Есть среди них нестандартные, например, такое, то самое чувство, или зацепило меня, а одна из команд называется «Алё, Алёша». Что собой представляет вообще программа КВН? Что в нём входит? В чём соревнования заключаются? Это юмористическое шоу, артистическое шоу, где нужно скомпоновать эти два компонента и показать, насколько это круто. Естественно, в игре всё было, как в настоящем КВН. И показательные выступления, и домашние задания, и конкурсы капитанов разыгрывались комплекты медалей, а лучшей команде предстояло увести победный кубок. На самом деле у нас нестандартная команда, мы все активисты, мы все очень крутые ребята, поэтому мы вне стандарта, вне рамок. Соответственно, мы надеемся на победу. Валентина Грязнова как раз является капитаном команды, которая стала обладателем Кубка КВН Лиги юно-армейца. Ребята из восьмой школы уже доходили до пенала, а в этот раз им удалось заслужить у строгого жюри наивысшие победные баллы. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щёлковское телевидение. Продолжение следует...